В Логойском районе начаты процессуальные действия в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Сегодня журналистам показали место массового расстрела мирных людей. В органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацизма, с просьбой расследовать факты зверских убийств. Ведомствам направлены обращения в Россию и другие страны о предоставлении информации из архивных источников. Владимир Королев побывал на месте масштабных раскопок. Это далеко не единственное место раскопок. По имеющимся архивным данным и свидетельским показаниям в пригороде Логойска было расстреляно свыше тысячи человек. Сейчас на месте работают следователи, а также представители комитета судебных экспертиз. То, что показали журналистам сегодня, лишь малая часть того, что хранит этот клочок земли. Специалисты сняли первый слой. Ориентировочно захоронение здесь лежат на глубине до 4 метров. Дедушка рассказала, что был выкопан ров. Их заставляли раздеваться. Они ложились в этот ров и их вот так вот простреливали. Потом следующий ряд ложился. Никто там не присыпал землей эти уже умершие или раненые люди. Следующий ряд ложился. И также очередью убивали. И вот так вот. А потом вот дедушку заставили закапывать. Мы поняли, что в общем-то захоронение основное ниже этого. И не ошиблись. Картина жуткая. Мы видим останки людей, ребятишек маленьких. Ну, в общем-то, это самый настоящий геноцид. Геноцид белорусского народа. Не так давно Генеральная прокуратура объявила масштабное расследование уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси. Это поможет установить социальную историческую справедливость и устранить белые пятна в истории. В основе решения сведения о миллионах жертв на территории нашей страны, о труп немецких оккупантов и их пособников. Планируется, что расследование также позволит выяснить имена конкретных преступников, которым удалось избежать ответственности за убийство мирных жителей, издевательства и пытки в концлагерях и гетто, а также массовый угон населения Беларуси в немецкое рабство. С учетом изучения архивных документов, материалов уголовных дел отношений нацистских преступников, мы начинаем проводить осмотр мест происшествия на тех местах, либо ранее неизвестных, либо мало изученных, где уничтожалось мирное население Беларуси в военный период. Белорусская земля усина останками жертв Великой Отечественной войны. Каждые подобные находки кропотливо изучаются. Ведь это не только память отдельного человека, целого народа. Только с 2015 года комитетом госэкспертиз проведены более 300 исследований по фактам обнаружения захоронений солдат и мирных граждан, казненных в военное время. На сегодняшний день Государственный комитет судебных экспертиз располагает всеми возможностями для проведения исследований, направленных на установление личности погибших. В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны будут проведены все необходимые экспертизы. Первичные раскопки в этом месте доказывают, что сведения, которые есть в архивных материалах, полностью подтверждаются. Изъяты не только костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов. Поисковые работы здесь будут продолжаться не один месяц. Несмотря на трудности, я уверен, что эта работа нужна. Это нужно нам, это нужно нашему народу. Тем более сейчас идет нагнетание, перевирание фактов. Поэтому будем продолжать работать и делать все для того, чтобы сохранить память. Тем временем в органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацизма с просьбой расследовать факты зверских убийств. Владимир Королев и Андрей Христин. Агентство Теленовостей.